Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И в этом видео мы разберем, а как вообще работать со снами, для того, чтобы понимать их значение. Что важно? Важно настроиться и создать условия. То есть приготовить перед тем, как вы ложитесь спать, бумагу, карандаш или ручку, положить их прямо рядом с тем местом, где вы спите. Это раз. И второе. Перед сном дать себе указание, команду внушения, выберите любое слово, прям проговорите про себя, можно даже несколько раз. Если занимаетесь самогипнозом, используйте самогипноз, чтобы дать себе эту установку, что первое, что я сделаю, когда проснусь, это запишу сон. И когда просыпаетесь утром, попробуйте даже не вставать с кровати, возьмите бумагу, ручку, карандаш и запишите. Вот то, что помните. Краешек сна, маленький хвостик, последний элемент, чувство, с которым вы проснулись, вопрос, какой-то звук, вот то, что помните, то и пишите. И очень часто бывает, вы начали писать, выхватились за эту ниточку, и сон начинает разматываться. Вы пишите, вспоминаете что-то еще, что-то еще, что-то еще, и записываете. А если сна нет, или кажется, что нет, тогда вы можете записать свои мысли по этому поводу, что вот я думаю, что у меня мог бы быть такой сон, или хотя бы свое состояние. Несколько попыток, и вы научитесь записывать сны, хотя бы немножко. Это требует практики, сосредоточенности и определенного терпения. Но то, что вы получаете, когда начинаете взаимодействовать со своей психикой, со своим бессознательным, через работу со снами, по-моему, этих усилий стоит. Мы еще поговорим про сны. Пока я предлагаю подписаться на мой канал, чтобы быть на связи. Готовите вопросы, пишите их в комментарии, если они у вас есть. И до встречи в следующих видео. Пока.